Я принадлежу к партии «Справедлива Россов». Я «Справедлива Росс» с Сергеем Михайловичем Мироновым. Почему? Потому что я считаю, что военный коммунизм – это плохо. Насильственно быть счастливым невозможно. А тот капитализм, куда мы свалились, – это джунгли капитализма, это всё на продажу, это даже не капитализм, это что-то страшное. Поэтому есть серединный путь, как всегда. Есть демократический социализм. Он есть где? В Дании, в Норвегии, в всяких странах. Бенелюкс, по-моему. Посмотрите, как они живут. Посмотрите, как рванул Китай, который ничего не разрушал. Он же сейчас стал по экономике на первое место. Вот совсем недавно, несколько дней назад. Он уже поднялся на первое место, на втором США. Значит, они доказали, что социальная обеспеченность народа – это главное. Мы недостроили социализм, который мы строили. Прежде всего должны быть социально обеспеченные что? Квартира, образование, медицина. На этих трёх китах нужно строить всё. Но конституцией должны твои права, что ты живёшь, и тебе никто, никакой риэлтор, особенно если ты с детьми, за неуплату квартиры, не может отключить свет, газ и так далее, и выгнуть тебя на улицу. Сейчас это в России возможно. Медицина. Начнём хотя бы один пример. Почему мы должны всё время... Помогите деточке такой-то, соберите деточке такой-то. Вот операция. Это забота государства. Особенно такого, где рождаемость маленькая. Это твоя забота государства, спасти эту девочку, провести уникальную операцию, выделить деньги и так далее, а не собирать по копейке с нас. Это неправильно и это несправедливо. Образование должно доступно быть для всех, и центральные университеты и школы должны быть бесплатны для родителей. Они сейчас всё более и более платны. Услуги дополнительного образования сейчас уже практически все платные. Они должны быть бесплатны. Вот хотя бы это взять и сделать для страны. И народ благословит такого человека, который это сделал. Но сейчас же делёжка идёт, там нефть, там это, мы стреляем, мы это, это... А где народ-то? Народ-то всё не мещает и не мещает, он не может заплатить за эту квартиру. А его риэллеры выживают сосвет. Вот это несправедливость. И я как мать, как человек, который прожил достаточно большую жизнь, считаю, что мы живём сейчас в несправедливом обществе. И мне стыдно жить в стране с несправедливым обществом. Но я уважаю президента, да. Я уважаю его политическую направленность и так далее, и так далее. Но я не могу понять, почему столько умов находится в этом думе, там, там. И мы не можем вернуться к этим треугольным, вот, базисным вещам. Социальная обеспеченность человека. Не в мерканте, не в маленькой пенсии по пять тысяч рублей нам с гордостью говорят, что мы вам тут дарим пять тысяч рублей, которые неуравновешены с девальвацией. Она меньше. Это уже просчитано. Не этим гордиться, а тем, что, извините, давайте старикам дадим хотя бы по тридцать тысяч рублей. Просто по тридцать тысяч рублей, и тогда они будут довольны временно, пока мы опять не скатимся куда-то. Давайте детям, если нужна операция, сделаем эту операцию. Давайте сделаем детский фильм, наконец. Вот моя проблема, да. Давайте вернем прокат.